это range rover четвертого поколения в обычных условиях я бы сказал новый но нет эта машина за одни сутки устарела сразу на 10 лет ведь ровно 10 лет выпускает этот кузов l405 и что уж совсем удивительно что на презентацию нового пятого range rover привезли старую машину ведь не случайно потому что большинство клиентов очевидно будут искать 10 отличий на первый взгляд новый range как две капли воды похож на предыдущий но это иллюзия потому что новый 5 это совершенно новая машина на новой платформе с новым кузовом который на 80 процентов состоит из алюминия она оставшиеся 20 из высокопрочных стали кузов с индексом l460 стал в половину жестче а вот о массе не говорят ничего и это намек что внедорожник точно не похудел в москву привезли две машины стандартную и длинную разница между ними по-прежнему 20 сантиметров при этом оба варианта укрупнились плюс 35 миллиметров высоту плюс 53 миллиметра в длину в итоге даже короткий range перевалил за 5 метров а колесная база обеих версий выросла на 75 миллиметров ширина самого кузова не названа но по ушам то есть по разложенным зеркалам размах уменьшился на сантиметр прежде чем приступить к разработке дизайна внешнего вида автомобиля был проведен опрос более 30 тысяч клиентов которые владеют текущим поколением range rover и та задача которая стояла и была сформулирована клиентами это не видоизменять автомобиль а сделать его еще лучше поэтому силуэт очень узнаваемый в то же самое время если вы посмотрите на детали выполнения на то как выполнена фактически бесшовная конструкция кузова как примыкают детали стекло примыкает к элементам боковых панелей дверей то каким образом поменялось место расположения зеркал заднего вида то как изменилась передняя фронтальная задняя часть автомобиля автомобиль сильно отличается от четвертого поколения хотя имеет узнаваемый силуэт и это особенно интересно когда издалека вы понимаете то что это range rover и вы понимаете что это range rover следующего поколения откровенно говоря главный дизайнер лендровера джерри макговер тот еще визионер потому что предыдущий 4 range появившийся 10 лет назад до сих пор выглядит актуальным логично предположить что жизненный цикл новой машине тоже будет длинным представьте себе вот этот автомобиль в 2031 году будет он современным смотреться или нет скорее всего да и вот почему что нынче в моде минимализм и это надолго поэтому британцы немало постарались соскабливая с кузова все лишнее в итоге машина особенно с закрытыми дверьми смотрится как концепт к свежо строго и несколько инопланетно это абсолютно новый автомобиль пятое поколение культовая и нужно было чем-то удивлять наших клиентов но удивление клиентов это основная задача первую очередь нужно было разобраться как можно было улучшить уже автомобиль который вызывает восхищение который крайне востребован и желанный во всем мире удивлять разумеется начали технологиями которыми щедро нашпигован рейндж-ровер в общей сложности бортовыми системами управляют аж 70 электронных блоков новые фары само собой они диодные но если в европе базовый рейндж оснащается обычным матричным светом то в россии доступна только топовая технология со светом на основе микрозеркал представьте себе чип в котором больше миллиона маленьких зеркал микрозеркала бешено двигаются формирует даже не световой пучок на пол километра вперед а световую картинку разрешением в миллионы пикселей смысл тут в том чтобы рисовать на дороге подсказки эту технологию уже используют ауди мерседесы и лексусы и скорее всего перед нами новый стандарт в индустрии прогуливаясь вдоль кузова невозможно не заметить плоские панели посмотрите например на крыло на нем нет никаких выштамповок также как и на двери то есть дверь упираете сразу в порог и все это вместе создает ощущение целостного монолитного кузова инженер обращает внимание как плотно подогнаны стекла к стойкам они практически заподлицо смотрите вот единое стекло сразу переходит в багажник кстати о багажнике в отличие от некоторых японских машин здесь сохранена традиционная двухстворчатая система отдельно вверх отдельно низ багажник он стал чуть больше чем в предыдущем range но появились новые фишки например электропривод крышки не длительный но работающий кроме того полка выдерживающие 300 килограммов может быть легким движением руки или 2 превращена в диванчик кроме того этот длинно базный range rover который в предыдущем поколении был исключительно роскошным автомобилем а здесь все иначе а именно здесь в багажнике может быть впервые размещен третий ряд сидений которого раньше не просто не было у range rover а почему-то предназначался на исключительно более мелкому range rover sport моторная гамма в каком-то смысле range rover вернулся на 20 лет назад потому что под капотом бензиновой версии мотор бмв в 8 4 4 битурбо 530 лошадиных сил кстати это не самая производительная версия этого мотора но для range rover очевидно ее достаточно для россии это единственная пока бензиновая версия что касается дизелей то опять же в 8 еще фордовской эпохи отправлен в отставку а вместо него рядные шестицилиндровые моторы новой серии инжиниум для россии доступны две версии 249 или 350 сил избавляться от фордовского наследия переходить на свежие двигатели собственной разработки ягуар land rover начал давно инжиниум это модульное семейство четверок и шестерок и трехлитровый рядник появился еще на прежнем range rover а вот 8 цилиндровые двигатели в комплект не вписывались если судьба дизеля в 8 который до прошлой осени выпускался силами форда в мексике была предрешена то новую бензиновую восьмерку нужно было разрабатывать самим заимствовать или вычеркнуть из планов покупной двигатель для британцев не в новинку и хорошо что от такого мотора не отказались вовсе а в россии он нужен в россии он востребован у нас достаточно большое количество клиентов именно клиентов range rover которые хотят приобрести автомобиль с силовой установкой в 8 дело в том что в 8 изменился это совершенно другой двигатель который устанавливается на новом поколении range rover но есть рынки в том числе российский рынок где эти двигатели остаются крайне востребованы как водится европейская гамма рейнджа шире там есть еще и два варианта бензиновой турбошестерки и два подзаряжаемых гибрида на ее же основе раньше бензоэлектрическая версия базировалась на четырехцилиндровом моторе а теперь установки и силенок добавили встроенный в автомат электромотор выдает 140 сил и емкость тяговой батареи увеличили втрое поэтому на электричестве можно проехать около 80 километров в вершине ко всему в двадцать четвертом году дебютирует полностью электрический range rover появится ли электрички и гибриды в россии пока не ясно а вот чисто бензиновые машины с шестью цилиндрами вероятно доберутся позже шести цилиндровый бензиновый мотол он есть в гамме он недоступен сейчас для российского рынка мы говорим о том что на начальном этапе те двигатели которые будут доступны этот шестирядные дизельные двигатели 249 350 лошадей и v-образный петрольный двигатель новый бензиновый двигатель в дальнейшем линейка двигателей будет меняться всем рейнджам положен восьми ступенчатый автомат zf двухступенчатая раздаточная коробка и даже активный блокирующийся задний дифференциал входят в базовое оснащение то есть распределение тяги может сто раз в секунду меняться не только между осями но и между двумя задними колесами тоже да и в самой философии полного привода случилась маленькая революция британцы отказались от постоянного полного привода и теперь момент на передние колеса передается через муфту которая ради экономии топлива может полностью размыкаться в шоссейном режиме на скорости от 35 до 160 километров в час новая платформа это прежняя двухрычажная подвеска спереди новая пяти они четырехрычажная подвеска сзади пневматическая подвеска с двухклапанными амортизаторами бельштайн и впервые все рейндж ровер имеют полноуправляемое шасси задние колеса умеют поворачиваться на 7 градусов на скорости до 50 в противоположную сторону от передних колес после 50 километров в час параллельно передним колесам активные стабилизаторы 48 вольтовыми электромоторами которые подавляют крены сверяются с показаниями бортовой навигации исходя из текущей скорости и выбранного режима ездовой электроники еще одно новшество колеса в базовой версии они 20 дюймовые а здесь 23 напомнишь на прежнем поколении максимальный размер был 22 дюйма у пневмоподвески по-прежнему четыре положения стандартный уровень в 160 миллиметров может быть понижен до парковочного повышен до внедорожного или вовсе встать на цыпочки правда в самом экстремальном режиме прежний рейндж поднимался чуть выше но в целом не похоже что внедорожные таланты пострадали по-прежнему заявлена способность преодолеть 90 сантиметровый брод и подняться по 45-градусному склону чем хорош рейндж овер в этой машине не стыдно поднять кресло повыше командирскую посадку они считают особенностью модели а вот изучать салон будем по версии св это самая дорогая модификация в линейке делает ее вручную подразделение special vehicle operations и эта машина появится позже других примерно через полгода в середине 22 версия сви отличается прежде всего отделкой салона и керамическими декоративными шильдиками доплатить предложат например за медиа систему meridian signature с 35 динамиками и системой активного подавления шумов звуки в противофазе генерируют крошечные динамики встроенные в подголовники четырех сидений а вот общая для всех рейнджей медиа система пиви pro благодаря двум встроенным сим-картам обновляется по воздуху от идеи двух экранов завязанных на один процессор британцы отказались телевизор теперь только один но учитывая как все тормозило раньше изменения мы приветствуем но в чем ягуар land rover себе не отказывает так это в издевательствах над русским языком типографика сокращение переносы и общее качество перевода эх главный экран мультимедийной системы диагональю больше 13 дюймов он с виброоткликом поэтому давить надо с некоторым усилием ну быстродействие вроде бы пока приемлемая интересно что сохранились физические рукоятки для климат-контроля за четырехзонный климат-контроль в европе надо доплачивать а в россии он включен в стандартное оснащение зато варианты отделки можно выбирать например предложенный текстиль ультрафабрикс и смесовая шерсть квадрат ну и конечно натуральная кожа и натуральное дерево кстати кожа это не единственный вариант европейцы напирают на то что в современную экологичную эпоху нужно заказывать не столько кожу сколько ткань вот здесь даже есть отдельные элементы сделаны из правильной ткани которая вырабатывается с минимальными выбросами улья кислого газа и кстати в этом поколении range rover впервые можно заказать не просто полуанилиновую кожу это довольно обыкновенная стандартная хоть и натуральная а полностью они линовые погуглите как делается это действительно дорогая интересная вещь редкая на автомобилях расстояние между рядами сидений увеличена на 20 миллиметров а спинки раздельных кресел во втором ряду могут отклоняться на 16 градусов и так range rover может быть 4 5 или 7 местным причем третий ряд сидений вроде как предназначен для взрослых пассажиров а в случае с раздельными креслами второго ряда вы получаете не только регулировку сидений но и 8-дюймовый дисплей в центральном подлокотнике а помимо него здесь на удивление есть зеркальца кстати впервые на range rover ах можно заказать электропривод боковых дверей как на роллс-ройсах задние будут закрываться с помощью кнопок а водительское даже по нажатию педали тормоза и маневрировать машиной на парковке теперь тоже можно снаружи со смартфона и остаются вопросы что почем и когда российских цен пока нет в европе машина подорожала примерно на 10 процентов что в наших условиях будет плюс миллион к нынешней цене начало продаж ожидается весной 22 года а чуть позже появится и версия с вид и и Субтитры создавал DimaTorzok